Привет! С вами Виконста. Мы продолжаем кулинарные влоги на моем канале. Сегодня мы будем запекать свиные ребра в духовке вместе с картошкой. Кому интересно, ребра покупал на текстильщике. Цена варьируется от 230 до 250 рублей в зависимости от прослойки мяса. Мариновка у нас простая. Порежем ребра, соль, перец, майонез, немножко соевого соуса, ну и каких-то приправ добавим. Картошечку меленько нарежем и все это в духовку. Ну в принципе, что рассказывать, вы и так прекрасно понимаете, что мясо невозможно испортить. Поэтому сразу же поставь палец вверх за это вкуснейшее мясо. Ну и в конце этого видео напиши креативный комментарий, как тебе понравится или нет. Приступаем к разделке мяса. Предварительно я его промыл. Желательно брать мясо в тот же день, когда вы хотите приготовить любую пищу. Потому что если после заморозки, оно в любом случае получится не таким. Видите, какие ребра большие, широкие. И вот так в принципе по ребру можно отрезать и у вас получатся отличнейшие кусочки. Видите? И обязательно берите, чтобы была прослойка жира, потому что так они становятся сочнее. Если чисто мясо, то запекутся и в принципе никакого кайфа вы не получите. И вот это вот все мы кладем в миску и потом уже будем мариновать. Можно чуть больше, чуть-чуть меньше кусочки, но смысл вы прекрасно поняли. Запекать будем вместе с картошкой. Это самое оптимальное блюдо. В принципе ничего сложного в приготовлении нет. От вас потребуется только наличие качественного, хорошего мяса. Ну и соответственно духовки. Все это закидываем в одну посуду. Тут ребра у нас нету, но можно вот так еще будет порезать. Приготовление в духовке немножко отличается от жарки на сковородке. Ну, конечно, лучше всего было еще пожарить на костре. Так как ребра на костре получаются очень и очень аппетитно. Теперь приступаем к мариновке. Добавляем соевого соуса. Вот так все на глаз. Потом перец. Если есть, то смесь перцем. Ну и в принципе, либо другая какая-то приправа, которая более-менее сюда будет подходить. Обильно так посыпаем перцем. Добавляем соль по вкусу. Ну так, чтобы не сильно соленое было, но и не пресное. Думаю, так будет достаточно. Тем более, не забывайте, что в майонезе и в соевом соусе содержится соль. И у меня тут еще остаток горчицы есть. Мы это все дело выкидываем сюда. И сейчас это все будем перемешивать. И буквально на 30-40 минут дадим мясу настояться, чтобы оно немножко пропиталось этой всей мариновкой. В любом случае, получится все очень вкусно. Можно было взять мякоть. Мякоть не такая получается, как вот свиные ребра. Точно так же, я не знаю, в комментариях, может кто-то напишет, любят ли кто-то крылышки. Вот, к примеру, у них есть нечего, но вот есть какой-то такой специфический у них вкус и кайф именно их есть. Ну, не знаю, на вкус и цвет коварыша нет, поэтому маринуем в данном случае ребра. И приступаем к картошке. Мисочку я поставил специально, чтобы шкурку почистить, а потом это все дело выкинуть в корзину. Рецепт очень простой, но я вот с недавнего времени начал готовить в духовке и понял, что это прикольная вещь и штука. В любом случае, пища, которая приготовлена на сковородке, на печке, она не такая будет вкусная и полезная, как та, которая приготовлена в духовке. Печка это так, на скорую руку быстренько пожарить, хотя вы в печку поставили, температуру выбрали 180 градусов, и минут 45 туда не заглядываете. А на сковородке и ребрышке нужно в любом случае переворачивать. Поэтому как-то так. Предлагайте еще какие-то варианты приготовления. Может, я почитаю, услышу вашу реакцию и будем отдельные рубрики устраивать. Может, что-то вам больше будет по душе. Тема кулинарки популярная. Я знаю, она нравится не только мне. В принципе, еда нас окружает повсюду, поэтому почему бы лишний раз не посмотреть, как готовят на кухне. Предыдущий видеоролик за котлеты, которые у меня не получились, набрал уже достаточное количество просмотров, комментариев. Спасибо каждому. Я прочитал, услышал. Понял, что все профессионалы. Один я только готовить не умею. Ну, будем стараться учиться. Много нового я узнал, конечно. Поэтому нужно пробовать. Есть такая поговорка «Век живи, век учись». Поэтому будем так и делать. Я к критике нормально отношусь. Поэтому чем больше критики, тем больше активность. Соответственно, больше популярность канала. Побольше критикуйте и будет вообще четко. Вы и так помогаете для развития. Так, ну что, в принципе, мы уже заканчиваем чистить картошку. Я, почищенную эту картошку, буду добавлять замаринованные ребрышки. И, в принципе, потом уже все выкладывать на противень. Предварительно застелив пергаментной бумагой, чтобы не пригорало к противню. Берем картошку и вот такими кольцами нарезаем и закидываем все в одну миску. Кольца делаю не толстые, чтобы картошка пропеклась, прожарилась. И она более-менее будет иметь презентабельный вид. Вот этот можно вот так даже разрезать. И сюда все закидываем. Потом это, соответственно, перемешаем. Так будет картошка у нас не такая сухая. Ну и вид будет иметь тоже неплохой. Не прям режем, как папиросная бумага, но не сильно тоже увлекаемся. Ну так будет достаточно, в принципе. Плюс-минус. Она в любом случае пропечется. Температура 180. По времени, ну я вот заметил такую тенденцию, что минут 45-40 в разогретой духовке это самая оптимальная температура. И самая оптимальная будет прожарка. Поэтому, может кто-то по-другому как-то запекает. Вы в комментариях, конечно, поделитесь мнением. Поскольку у вас получается сделать картошку. В принципе, приготовление занимает не больше 15 минут. Сама подготовка. Ну и в итоге должен получиться отличный результат. И вот крайняя картошка сейчас. Порежем и будем мариновать. В принципе, тут у меня уже мясо минут 10 промариновалось. В идеале хотя бы часика полтора-два. Мисочки этой достаточно. Хотя можно немножко побольше было взять. Ну, не столь важно. Главное, чтобы через верх не лезло. И это все дело сейчас мобильно будем перемешивать. Картошку нанесем. Часть до этой мариновки на картошку попадет. Хотя можно чуть будет добавить даже майонеза. Я вот привык мариновать все в майонезе. Шашлык тоже в майонезе мариную. Курицу в майонезе. Ну, не знаю. Как-то вот у меня более привычно. Хотя многие пишут, что майонез нежелателен. Он горит. Сейчас немножко добавим. Вот так будет достаточно. Теперь по духовке. Достаем этот противень. Он как раз нам пригодится. Все остальное выкладываем с духового шкафа. Оно, в принципе, нам не нужно. Выставляем температуру на 180 градусов. И по времени... Ну, по времени мы поставим таймер на 45 минут, как только духовка у нас нагреется. Здесь мы выбираем верхний и нижний обогрев. То есть можно там вентиляцию, конвекцию включить, но это со временем, там за 5-10 минут до готовки. Так, в принципе, сейчас у нас духовка минут 5 наберет нужную температуру. Потом мы выставим таймер. Таймер у нас будет где-то минут на 50. И после звукового сигнала можно будет уже вытаскивать. Опять, 50 минут мы берем с запаса. Потому что, ну, сколько? Минут 5 нам понадобится для того, чтобы разогрелась духовка. В общем, общее время приготовления получается порядка 45 минут. Плюс-минус. Все, духовка уже начинает у нас греться. И теперь приступаем к выкладыванию наших продуктов на противень. Берем пергамент обычный. И сейчас по всей территории противня мы его разложим для того, чтобы у нас не пригорело ничего. Вот так отмеряем. И, в принципе, обрезаем по краю. Переворачиваем. И все. И теперь выкладываем эту всю консистенцию на противень. В хаотичном порядке. Расфасуем. И будем уже ставить это все в духовку. В принципе, все готово. Ничего сложного. Каждый сможет это сделать своими руками. Главное только захотеть. На часах у нас 46 минут. И сейчас будем ставить уже наше блюдо. Уже жалко. Ставим посредине, чтобы по центру было как снизу, так и сверху. И закрываем. На часах у нас 45 минут. И, в принципе, осталось только ждать. Для вас это пройдет буквально пару секунд. Ну, а для меня это будет как раз мытье посуды. Ну, и немножко прибраться на столе. Поехали! Ну, вот и прошли 45 минут. Выключаем духовку. И ждем минут 5-7, чтобы это все настоялось. И, в принципе, можно выкладывать на стол. Достаем наши ребра. Такая красота получилась. Запах обалденный. Плохо, что камера не передает эти все запахи, вкусы. Сейчас 5 секунд и будем насыпать уже. Чуть-чуть остынет. Но еще уж скворчит. И, кстати, ничего сложного. Быстро замариновали. Закинули в духовочку. И буквально 45 минут и такое готовое, прекраснейшее блюдо. Давайте возьмем тарелочку. Ну, и, конечно же, вам нужно показать, продегустировать, что у нас получилось. Класс! Красотища! Картошка, видите, разваливается. Ничего у нас не пригорело. Выглядит все аппетитно, вкусно. Можно сюда подрезать овощей отдельно. Какой-то салатик. Ну, у нас цель изначально картошка с ребрами. Поэтому мы их и будем пробовать. Блин, слюни бегут. Я думаю, у вас тоже. Смотрите, какая красотища. У нас кот тут как тут. Поэтому, я думаю, коту уже сразу это все дело понравилось. Еще дополнительно мы прикрасим листьями базилика. Милка! Так, тихо. А то я еще не попробовал, а ты уже тут картос. Так все будет аппетитно выглядеть. Красотища! Еще можно было сделать какой-то соус. Но то уже по желанию. Ну что, приступаем к дегустации. Сначала возьмем картошку. Ну, тут даже ножек не понадобился. Картошка тает во рту. Давайте теперь ребро попробуем. А тут жирок еще на углу. Это оно. Знаете, вот в чем плюс рынкам? То, что на рынке вы можете купить домашнюю свинину. Вы, если в магазине или супермаркете возьмете, она не такая будет. Это, знаете, аж селом отдает. Ну, вкусно. Ну, кто раз пробовал домашний, я думаю, тот прекрасно понимает, о чем я говорю. Это кайф. Я думаю, вы тоже что-то взяли себе покушать, потому что я знаю, слюнки у вас пекут. В общем, не буду больше вас дразнить. Спасибо, что досмотрели до самого конца. С вами на канале был BeKonsta. Увидимся. Пока.